За научной книгой или статьей обращайтесь к электронным ресурсам. В Национальной библиотеке Миничевайна создают свою цифровую библиотеку. Повод для организации столь масштабных работ весомый. Главная библиотека региона отмечает свое 140-летие. Сегодня в это верится с трудом, но первыми подписчиками библиотеки были купец Булыгин, судья Рябинин, земский врач Агровский. Библиотека не прекращала свои работы ни на один день в годы войны. Обслуживала госпитали, призывные пункты, воинские части. Неоднократно менялся и ее адрес. Лишь в 1940 году она обосновалась на улице Пушкина. Сегодня Национальная библиотека – это не просто книжные фонды, насчитывающие более миллиона изданий на разных языках, но и культурно-образовательный центр. Мы хотим, чтобы библиотека была видимой, слышимой. Они знали, они говорили, приходили в библиотеку, пользовались ее информационными ресурсами. Ведь фонды Национальной библиотеки являются уникальными для Республики Мариел. В ней собрана самая богатая коллекция книжных изданий, других документов, в том числе электронных. Поэтому ресурсы библиотеки в этом отношении не ограничены. Ну и кроме того, нами накоплен огромный такой опыт просветительской работы. Мы предлагаем ей встречи, творческие мероприятия, слайд-программы, лекции, какие-то образовательные мероприятия для наших пользователей. Юбилейный год – время свершения. Решили в библиотеке и открыли здесь центр чтения и литературный кабинет классика марийской литературы Сергея Чивайна. Ежегодно услугами библиотеки пользуются 38 тысяч человек. При этом им выдается более одного миллиона книг и документов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова